Короче, что делать-то? Что делать-то? Скукота, на самом деле. Сашка, ты что ли? Ты же способна. Ну, поехали. Не забывай, Александра, откуда я тебя вытащил. Дайте подержать заветный кубок. Я еще кубок возьму на всякий случай. Или что-то поинтереснее. Можно между двумя Артемами? Просто я не доезжаю на турнирах, я вот тут вот... Приодел, как бы научил говорить. Новый пунктик в твоем резюме теперь можно добавить. Я железный человек. Отвернитесь. Короче, что делать-то? Что делать-то? Скукота, на самом деле. Поэтому поехали мы в Питер, а вы присоединяйтесь к нам. Сашка, ты что ли? 95-й до полного. Ёбка, угорек. Вот я ожидал тебя здесь видеть. Ты же способна. Талантливая бедащая. Еще 6 лет. Бросают ты эту работу. Поехали с нами в Питер. Я тебя познакомлю с одним вот таким парнем. Извините, пожалуйста. Лайл. Стоять. Поехали. Ну, поехали. 2, 427. Пошли штрафы от ваших. Да. Ну, в общем. Что, все готовы? Меняются условия. Не забывай, Александра, откуда я тебя вытащил. Заправчица на Ленинградке. Что мне вообще будет, сколько ты заправчица вообще? Где Николаевич? Все понятно. Трост нет. Смой следующий заправки. Высаживайся. Как вам ровно идти? 10 тысяч. Сириус. Звезда, принадлежащая созвездию. Варианты ответов. Большой лев, большой кот, большие звезды, большой пес. Ты участвуешь? Да. Ну, я скажу, все есть. Все есть такие, да? Все есть, да. Нет. Откуда вам такие познания? Ну, все. Там леген. Атлантическая молодость. Астролог. Телефон, есть? Телефон, есть? Спасибо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Всем добрый день. Мы находимся в центре бильярдного спорта Ольгина в Санкт-Петербурге, где уже вторую неделю проходят крупнейшие российские соревнования. Первенство России в личном зачете и командное первенство России. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Результаты турнира можете посмотреть на сайте Bill4U. Ну а мы пойдем пообщаемся с призерами и победителями турнира. Как ваше настроение, сердцебиение? Рассказывайте, вы проиграли на турнире всего лишь две партии. Как так произошло? Были готовы. На все 100%. Очень много партий проиграли, я считаю. Я тоже так думаю. В следующий раз партиечку. Поздравляю вас от всей души. Всегда за вас болею. Знаю, вот с таких вот лет. Поэтому, девчонки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Федерация бильярдного спорта Екатеринбурга растет с каждым годом. Я очень рада видеть вас на пьедестале. Какие у вашей команды были цели, всего ли достигли, как вообще прошел для вас турнир? Была цель достигать звания КМС, стать победителями этого первенства России. Так. Ну все впереди, наверное. Не расстраивайся. Второе место – это прекрасно. Девочки, расскажите, как ваши впечатления. Я думаю, что большая группа поддержки приехала. Кто с вами приехал, расскажите. С нами приехал наш тренер и родители. И родители все дружной команды приехали, да, поддержать вас. У нас были цели попасть в призера. Мы это сделали, да. Дайте подержать заветный кубок. От вас вообще на протяжении всего турнира и всегда, когда я прохожу мимо, пышет какой-то суперуверенностью. Расскажите, что это вообще за секрет такой? Секрет. Блин, не знаю, в чем секрет. На самом деле играю очень как-то расслабленно. Я забиваю шар, он даже не победный. Могу там просто отпраздновать, кулачок вверх поднять или что-то такое. Уверенность как бы максимальная. И все, это даже помогает. И получается так, что игра складывается хорошо. Уверенность – это у долгих и упорных тренировок. Вот. Вот все. Полностью с вами согласна, что уверенности без тренировок не бывает. Я думаю, что вы очень много тренируетесь. И это точно только начало. Расскажите о ваших впечатлениях, как вам турнир. Все ли получалось, все ли получилось. Как ваше настроение? Турнир мне очень понравился. Собрались такие очень сильные соперницы. Хочу сказать, что мы на протяжении всего турнира очень хорошо играли. Мне тоже очень понравился турнир. Я считаю, что мы сделали все, что смогли. Это, наверное, как бы тоже тут и везение сыграло роль. Поэтому я считаю, что мы сделали как бы все, что должны были. Марьяна пожаловалась, что в контровой партии со счетом 6-7, да, в финале не удалось содержать победу. Что же там случилось у вас такое? В контре мы проигрывали 7-1. Смогли немного сократить отставание в этой партии. Но, к сожалению, при счете 6-7 не в нашу пользу. Мы долго-долго отыгрывались. И я совершила случайно ошибку на отыгрыше. Шар не сделал двух бортов, к сожалению. Вот такая вот нелепая ошибка. Это на самом деле самое обидное, что может произойти на турнире, да еще и на такой стадии. Девочки, я желаю вам успехов, чтобы было поменьше штрафов, чтобы были только забитые шары. Можно между двумя Артемами? Просто я не доезжаю на турнирах, я вот так вот давай поближе. Да. Ну, короче, рассказывайте. Я еще кубок возьму на всякий случай. Вот, рассказывайте два Артема. В чем ваш секрет успеха? Наш секрет успеха в том, что мы Артемы. И тут связка просто непобедимая. Люди становятся между нами и загадывают желание, чтобы мы выигрывали следующие встречи. Да на самом деле все просто. Мы уже тренируемся и тренировались, наверное, на протяжении лет 12, как мы играем, сколько бильярдов. Но, наверное, больше 10 лет точно мы бок о бок тренировались. Ростислав, расскажи, где твой напарник? Вы поругались, не поделили кубок. Что случилось? Да нет, напарник, он уехал на поезд твой. Кубок я отдал ему. Что с кубком будете делать? Пилить, делить? Нет, ну я как бы подумал, у меня кубков много, и я отдам ему его. Я поздравляю вашу команду. Смотрела за вами, следила на протяжении турнира, следила за тобой. Поздравляю тебя за выступление на первенстве России в личном зачете. Очень хороший турнир, очень много участников из 33 регионов. В личном зачете участвовало 245 спортсменов. Это рекордное количество спортсменов, детей. Мы справились с таким большим объемом и участников, и матчей. И центр бильярдного спорта Ольгина тоже справился на отлично. Все судьи очень довольны этим турниром, и командным, и личным. Отличное впечатление о турнире. Мы здесь были на личном. Не получилось выйти в полуфинал, и финал в призы не попали. Но на командных соревнованиях мы настроились и показали, что мы можем играть. Играли, честно говоря, в первый раз. В первый раз тяжело. Да и в полуфинал вышли, пошли хорошо, ровно. В нижнюю щетку не падали, все, все победы были. Но в полуфинале сильная команда с Екатеринбурга дала бой. Мы разберем ошибки, и в следующем году, на следующих рассеях, будем показывать результат только лучших. Ну и в следующем году, в 2025 году, наш член от России будет, я так понимаю, личный. Октябрь-ноябрь, конец года уже. Приезжайте в Иркутск, будем рады вас видеть всех. И пусть победит сильнейший. Сергей Александрович, что вы делаете в Санкт-Петербурге? Как понять, что я делаю в Санкт-Петербурге? Сегодня прошли финальные игры, встречи, первенства России по бильярдному спорту. Поэтому по приглашению Юрия Геннадьевича Дроздова просто обязан был здесь. И к тому же убил двух зайцев одним ударом. Я приехал на заправку, увидел тебя там, работающего, подрабатывающего на этой заправке, забрал тебя. Приодел. Питер. Приодел. Как бы научил говорить. И ты теперь, у тебя новый пунктик в твоем резюме теперь можно добавить. Ты классный журналист, наверное. Посмотрим пока. Ну, на самом деле, вообще посетили Ольгина, это новый район бильярдного спорта Санкт-Петербурга. И меня, конечно, поразил подход. При всей простоте, внешней простоте, сюда, конечно, огромное количество труда было вложено и средств. Классное освещение, классная компьютеризация. То есть возле каждого стола стоит камера, стоит монитор со счетом. Хочется пожелать и дальше Федерации Санкт-Петербурга процветания, сил, терпения. Все-таки это большой труд, то, что вкладывается сейчас в развитие бильярдного спорта. Да, Сергей, спасибо вам большое, что уделили нам пару минут времени. Ну, что-то скучно. Мне кажется, опять на заправку надо вернуться. Нет, пожалуйста, не надо. Пиджак мне нравится. Чтобы Саша вернулась. Заправщица. Нет. Да? Я больше туда не вернусь. Обещаешь? Если вы не выгоните меня во второй раз. Можно быть буфетчицей, кондукторшей, как бы, еще много прекрасных профессий. Юрий, в Центре бильярдного спорта Ольгина впервые прошло первенство России в личном зачете, в командном зачете. Поделитесь своими впечатлениями по завершению турнира. Гордость. Это, наверное, краткое описание того, что, потому что этому предшествовала большая работа, которая невидима с внешней стороны. И самое главное, что мы сумели создать условия, в которых спортсмены получили возможность реализовывать свои таланты. Это, наверное, самый такой главный для нас критерий, потому что, когда комфорт для спортсмена, это значит, что мероприятие удалось. Вот это самое главное для того, чтобы мы сказали, мы испытываем гордость. Работала сейчас команда очень хорошо. То есть мы в мае был первый раз, сейчас мы уже шли где-то в чем-то по накатанной. То есть это работа судейского корпуса, это работа, повторяю, администрации Центра бильярдного спорта, это работа всех тех служб, которые поддерживали функционирование. И, конечно, самое главное, отсутствие каких-то накладок, которые в том или ином виде присутствуют всегда, но в данном случае кардинальных не было. Продолжение следует... Продолжение следует... Прогуливаемся по Питеру, как всегда. Прекрасная атмосфера. Были в музее Фаберже. Круто. Запомнится навсегда. Денис, пару слов. Я железный человек. Ну ладно. Круто. Спасибо. 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 Ну что, дорогие друзья, вернулись мы из Питера. С заправкой не получилось, с журналистикой тоже не особо вышло, поэтому записывайтесь на занятия ко мне и к другим тренерам школы бильярда Сергея Баурова. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!